Дело в том, что Лейли Меджино уникальна в мировой оперной и музыкальной культуре. Невозможно найти спектакль, похожий на шедевр Рузи Ирбека. То, что этот спектакль свыше ста лет не сходит со сцен, это говорит только об одном – любовь народа к этой музыке, близость музыки к народу. Величие у Ирбека было в том, что он фактически заложил основу жанра во всем огромном регионе, на всем Востоке. Эта опера стала первой ласточкой, которая открыла дорогу этому жанру. И в дальнейшем последователи Узии Ирбека, наши выдающиеся великие композиторы, им уже было идти легче по пройденному пути. Я думаю, что чистота интонаций, в основе которых лежит наш великий Мугам, есть причина того, что эта опера не сходит со сцены. Вы знаете, каждый раз, обращаясь к шедевру Узии Ирбека, мы чувствуем некое очищение. Духовно передать словами духовное состояние невозможно. Это как молитва. То, что эта опера до сих пор не звучала в России, это так сложились просто обстоятельства. Мы ставили эту оперу во многих странах. И в Западной Европе, и на территории бывшего постсоветского государства. И не только в циркоязычных странах. Опера шла и на западной сцене. И мы даже вставили ее, например, в Таджикистане, где, вы знаете, там родной язык это фарси. Но все равно коллективы с неимоверным энтузиазмом. Каждый раз, когда мы приглашаем к сотрудничеству в этом спектакле наших коллег, музыкантов и исполнителей из других стран, цена этого проекта возрастает в несколько раз. Потому что одно дело, когда наши музыканты, наши исполнители, наш оркестр. А другое дело, когда в этот процесс вовлекаются еще представители других культур. Вот это очень ценно, это очень важно. Сейчас в Москве будет то же самое. Исполнители, безусловно, главных партий будут наши ведущие ему гамотисты. А вот, например, в оркестре будут задействованы силы российские тоже. Это очень важно. Вот этот синтез, смешение культур на базе, на основе нашей самой первой оперы, это, я думаю, один из самых важных моментов этого проекта. Юлия Кузьми Продолжение следует...